В 1985 году в селе Вороховка каждая семья в год покупала зелёного зелья на 1115 рублей. Собрание показало, что люди плохо информированы о размерах пьянства. Село Вороховка Казачинского района, 1985 год. Местные жители, как и их соседи, ближайших 16 сёл решили полностью отказаться от продажи спиртного и приняли сухой закон. Женщины, конечно, все были рады. Мужчины многие, ну, были недовольны. И высказывали недовольство, знаете, и секретарю партийной организации, и председателю колхоза, и в адрес сельского совета. Вы знаете, вот прошла неделя, вторая, третья, и люди стали привыкать. Несколько недель и даже месяцев трезвой жизни срок малый, но и он даёт свои результаты. Ты сам помнишь, на работу по пять, по десять человек не приходило по неделю, значит, половину почти полупьяные. Ну, так, видимо, влияет всё это, конечно. Тут даже нет никакого сравнения. Вот Алексей Ветрович сказал правильно, что в том году, если приезжаешь на работу, там, пять-шесть человек нет на работе. Сейчас уже полностью, по лесу, ни одного прогула нет. В советское время антиалкогольная пропаганда шла повсеместно. Начиналась она ещё со школьной скамьи. Человечество давно узнало о вреде пьянства и пыталось поставить преграды на его пути. Например, в древней спарте специально спаивали рабов и демонстратировали их молодым спартанцам, чтобы показать, до чего может довести алкоголизм. У нас же в 21 веке, веке высоких технологий, развития человеческого разума специально спаивать никого не надо. Сами сопьются, смотри, что называется, и учись, как делать не следует. Наше государство против зелёного змея придумало свои противоядия. Так, за последние годы алкоголь значительно возрос в цене, запрещена его реклама и установлено временное ограничение на продажу. Но это только первые шаги к действительно масштабной борьбе с пьянством. Например, в СССР существовали так называемые ЛТП – лечебно-трудовые профилактории, где злостных любителей затуманенного взора принудительно перевоспитывали трудом. В наши дни популярно кодирование – метод, в первую очередь, подводящий человека к смене образа жизни. Но здесь важно личное желание избавиться от пагубного пристрастия к алкоголю. Врач может человеку, скажем так, вступившему на путь трезвости, помочь, поспособствовать, провести несколько лет в трезвом состоянии. Вот если это удастся, за несколько лет ему придётся, как бы он не хотел пить, ему придётся поменять круг общения, потому что друзей не будет тех самых. Придётся поменять свои привычки, потому что всё время занимаемо водкой, куда-то же нужно девать. По словам самих врачей, только один из тысячи обращается за помощью самостоятельно. Остальные же считают, что ничего плохого с ними не происходит. И даже пережив несколько белых горячек, алкоголиками себя не считают и принимают их за отравление. Не существует такой таблетки. Никогда её не будет, которую мы дадим нашему больному, и он перестанет пить. Вылечить это невозможно лекарствами. Это в голове. Это интерес человека к жизни или отсутствие интереса человека к жизни. Человек привыкает ко всему и даже к трезвому образу жизни. Альбина Аркадьевна Ворыгина, секретарь Казачинского райисполкома, рассказывает, как один из их колхозников, заядлый любитель выпить, перевоспитался. После заработной платы шёл домой и по пути купил подсвечник. В Новый год обычно зажигают свечи. И вот эта деталь интерьера. Не каждый даже интеллигентный человек ещё его купит. А тут вдруг он купил этот подсвечник и несёт. Сам себе удивляется. И говорит, вот видите, до чего я дошёл. Даже стал вот такие вещи теперь домой покупать. Благодарим Красноярский кинограф за предоставленные архивные материалы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова